Нашу прогулку с такого письма Люция с глубоким уважением из солнечной Испании У нас тоже тут солнце хорошее Геннадий Петрович, здравствуйте наш дорогой любимый наставник и учитель по здоровью Петрович дорогой наш, наконец-то благодаря интернету есть такая возможность общаться напрямую с вами Спасибо огромное за ваши труды, наставления, советы по профилактике и корректировке здоровья Я живу в Испании уже 20 лет, но с вашими книгами познакомилась еще будучи молоденькой студенткой В Ульяновске, да, на Волге, где-то 95-96 год Было, конечно же, огромное число ошибок на практике, так и должно быть, но уже более углубленно я занялась в самой Испании И опыт, сын ошибок трудных, да, голодала до 13 дней, за один год, до 8 чисток печени За мной наблюдал поначалу мой испанский муж, смеялся Но когда увидел мои результаты, да, здесь результат Присоединился и понял всю эффективность очищения организма И вот у меня к вам вопрос Насколько возможен перевод вашей первой книги, оранжевой, с переводом на испанский? Но сам я не перевожу, если вы хотите переводить, пожалуйста, переводите Хочу, чтобы он детально сам разобрался и делал все шаги самостоятельно Возможно ли это? Ну, конечно, возможно, если вы будете переводить Очень буду благодарна, если мне ответите Вот я и ответил с огромным уважением к вам Я Люция, Люция То еще хочу сказать Если кто-то надумает, допустим, перевести с целью издания книги Я не против, договоримся То есть как переводчику какая-то доля Автору своя там доля Агенту своя там доля и так далее Ну вот примерно с этого мы начали И сейчас мы с вами продолжим дальше уже Более предметно поговорим На предмет книжного бизнеса в целом И роли в ней, которая отвелась самому писателю Для меня всегда начать некая сложность, как бы сказать Как эту тему лучше изложить Лучше изложить Рыбка пляшется Август, август По-моему, 11 августа Великолепное время Великолепное время Как все это начать Как это, так сказать, преподнести Так, чтобы понятно было Что автор просто Высказывается там Свое мнение Это там Не хвастовство и не жалость Потому что и то, и это Можно Могет быть Так, ну Начнем Начнем Как бы тут суть Побыстрее изложить Отношения с издателями Наверное, больше так Надо этот вопрос осветить Ой, значит, помимо того Что, как говорится, все дело Началось В этих самых Восьмидесятых годах Прошлого столетия Представляете Восьмидесятых Доброе здоровье Это в основном был сбор материала Наработка опыта Вот эти восьмидесятые годы Буквально таки С восемьдесят второго Как началось И до девяносто Вот это вот Там был и клуб бодрости И все, все, все То есть Одно дело, когда человек Сам прошел И сам О, вот Свой опыт А другое дело Когда я вел клуб У меня Было где-то Человек 60-80 Моих подопечных Которые приходили Оздоравливаться То есть Видите, какой у меня опыт Оздоравливаться Это все где-то Длилось года Три, наверное Четыре Мне надо было Понимать Что, что, кому и как Подсказать То есть Так как я в эту науку Ворвался Практически неподготовленный Просто со свежей головой То мне пришлось Ускоренными темпами Самообразовываться Ну, короче Там много-много-много Всего было Таким, знаете Ностальгией Вспоминал Это время Когда знания Вливались в тебя Вливались Все это новое Все это ты хотела Проробовать Ух Ну, это Смотрел на других Людей Почему получается Почему не получается С этими там Чистками Там С этим питанием По субботам По-моему Когда там у нас было Или по воскресеньям Занятия Я говорил Так, ну-ка Приносите свои продукты Питания Что там вы едите Чтоб я глянул Насколько это соответствует И там столько Ошибок Я ему сказал Кто там Как на месяц И думает Что это правильно Ну, короче Была такая вот На основании всего У этого Учета Индивидуализации Это Огромное Дело Индивидуализации Без нее Там Невозможно Что-то такое Сделать Как надо Вот Родились эти книги Родились эти книги И мне было интересно Все это дело Записать Так, как я считаю Нужным Понимаете Вот как я считаю Нужным Я сделал Первоначально Даже книжечку Сам ее там Шил Сам там Рисунки Нарисовал Сам-сам-сам-сам То есть Готовый труд Мне это было Интересно Чтобы, знаете От мысли До Физического Предмета Было сделано Далее За свой счет Я начал Издавать Время было Такое Начало 90-е годы По-моему 90 91 Там 2 Особо Никто Не хотел Как бы сказать Рисковать Издательство Там они начали Уже Переходить В частные руки И поэтому Они Не особо Что-то там Делали И я вот Как сделал Мои там Рисунки Если я там Не забуду Я покажу Какие были Первоначальные Книги Все это Сделал Когда Убедились Некоторые Что слушай Они еще идут Эти книги Начали там Их перепечатывать С моими же Ошибками Со всеми моими Так сказать Этими Потом Может быть Что-то там Такое сделали Ну и вот Что Я уже Тогда столкнулся Столкнулся С такой вещью Это уже Питерское Издательство Комплект Что вот Мы там Тебе 10% Плотим От Цены Издательской Цены Не продажной Издательской И так как Это были Мульонные Тиражи Этого Оказалось Достаточно Я ничего не говорю Выходило так Что допустим Издательство Затратило Ну грубо говоря 10 рублей Вообще На выпуск Книги Из этих 10 рублей 10% Это мне Допустим Там они Потратили На то На сё Ну там ещё Пусть там 5 рублей На производство Там книги Значит Рубль мне И где-то Выходило Вот так 3-4 им Примерно так Ну может быть Поменьше Ну может быть Потом надо развести Туда-сюда По различным Там магазинам Сетям И так далее И вот Непосредственно Тот кто торгует Он может Оптом купить Эту книгу И В зависимости от того Если эта книга Пользуется успехом Он уже сам Назначает Ей цену И я уже видел Что она там Стоит Допустим Вот 10 рублей Там её Себестоимость Я с 10 рублей Получил свои рубли А они могут Набросить Они могут Набросить В 2-3 раза Цену Это нормально И уже С этой цены Они имеют Вот Ну ладно Это Такой Период был Вроде как Он Как-то Несправедливый Но В зависимости от того Посмотреть Человек стоит Там торгует За точку Надо заплатить И за то И за все И как-то Ладно И вот Началась В дальнейшем Уже Эпопея Мои книги Печатают В Ростове Печатают В Петербурге Печатают Потом Наконец-таки Печатают В Москве Всё это Там Такое Всё И Практически Я встречался Со всеми Издателями То есть С директорами Немножко Там работал С редактором То есть У меня был Редактор И я вот Вот эту Всю эпопею Так сказать Прошёл Там Советский спорт Был Прочее Прочее Приветствую Ваня Приветствую Ну что Смотрел Что там Я наснимал Нормально Хорошо Он втирал Так Как надо Жить Да Ну Посмотри Посмотри Вы там Сидите Всё Рассказывайте Кстати Моя белая машина Вон там Можешь подъехать Посмотреть Белая машина Вот так Возле воды Вот Солкнулся С этими Издателями Как-то Это Издательский Опыт Такой Какой-то Не совсем Приятный Осадок Оставил Такой-то Кто-то Кого-то Хочет Обмануть Причём Не именно Меня Не именно Меня А меня Втягивают Что Ага В издательство Питерское Издательство Там Издаёт Набрали Там Директоров Там Кого-то С улицы Эти директора Глянули Какие книги Идут Вот тут Меня Начали Втягивать Свои Вон там Белая машина Посмотри Посмотри Вот Втягивать Свои Так сказать За тигры В конце Концов Подзаработали На мне А с меня Потом ещё Сделали Козлом Отпущение Деньги Стали Выворачивать Которые Там Они Ну Короче Неприятная Такая История Ладно Ну Факт Остаётся Фактом Это То Что Я Лично Общался Со Всеми Там Директорами А в некоторых Случаах И владельцами Издательств Всё это было Как-то Знаете Наживу Чем туда Не дальше Тем больше Эти там Директора Кто-то там Разорился Кто-то там Забогател Они Как небожители Уже до них Не достучисься Не Короче Встречи с ними Нет На уровне Редактору Редактор Это Меняется И Пятое Десятое Третье Двадцатое Знаете Стало Неприятное Вот это Вот Всё Плюс Плюс Ну Как Агрегат Вот Можешь Посидеть Будешь Сидеть Поехали Вот Плюс Это Ещё То Что Плюс Это То Что Давай Садись За руль Ну Как хочешь За руль Так за руль Давай Посиди Не без того Так же Вот Что Меня особо А я тут Своё буду Рассказывать Ты там Посиди Что Меня особо Коробило Это то Что Я вот Видел Свои книги Вот В таком-то Виде В таком-то Там Переплёте В таком-то Компоновке И так далее Когда Отдавалось Значит В В редакцию В издательство Там Они Сделали Свою Компоновку Свои Там Эти Обложки Которые Я Как бы Сказать Считал Несуразными Вот Считал Несуразными Сиди 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 Нажимай Вот на эту Кнопочку Вот на эту Нет Вот смотри Надо На педаль Одну Нажать Вот на эту Нажал Педаль На одну И вот Теперь Видишь Кнопочка Загрелась Нажимай На нее Вот Да Нажимай Не бойся О Она поехать Никуда Не поедет Видал Видал Да Ваня Ни Хрен Собачий Да Захотелось Тоже Захотелось Да Все Возможно Вырастешь Они Подешевеют Тем более Все на Электричество Перейдут Купишь Будешь Гонять Да Вот С этой Электрической Вещи Перейдешь На вот Эти Вот Они Уже Будут Электрические Да Не На электрическую Она Именно Заряжать Энергией Вот это Дорого Именно На заправке Для Теслы Электрических Автомобилей Дорогие Заправки Да А что Они Дорогие Электричество То Не Такое Дорогое Как Бензин Вставил И все Они Дома Заряжают От Обычной Розетки Вставил Ночь Там Зарядил И Дальше Ездишь Ты Помнишь Ночь Поставил Тесла Зарядил И день Гоняешь Ночь Заряжаешь А сейчас Они Еще Быстрее Заряжаются И так Далее Ну Как Нормалек Да Ну Можешь Нажать Загасить Да Не обязательно На Педаль На Нажимай О Видал Отъехала Туда Сюда Да Кресло Отъезжает Тут Еще Массаж Есть Все Там Такое Ну Это Дверь Открыта Просто Напросто Нормалек Да Да Нормалек Все Можешь Закрыть Давай Нажал На кнопочку Во И Все Сколько Тебе Лет Одиннадцать Одиннадцать Ну Отлично Хороший Возраст Хороший Возраст Давай Ваня Счастливо Как Того Звали Что Все Снимал Твоего Друга Саша Да Привет Саша Ну Я тут Я тут Хожу Вот Ну Короче Что 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 Мне не нравилось Как Мои книги Делать У меня Своя Задумка Как Эти Книги Должны Быть Сделать Какая Компановка Какие Там Рисунки Я Хоть Не Художник Но Что Там Пытался Сделать Ладно Это Отставим Да И Вот Из-за Всего Этого Знаете Что Ты Там Как Это Расчеловечение Произошло В Издательстве Там Уже Там Отдел Там Редактору Отдел Юридически Еще Кто То Ты Не Общайся Там С Владельцем Тем Более И Вот Это Вот Общение Стало До Какое-то Неприятное Мне Что Перестал Вообще С Этими Издательствами Иметь Дело Вот Наконец Таки Книги В Электронном Виде Книги В Электронном Виде Для Того Чтобы Делать Книгу Мне Пришлось Изучить Там Научиться Пользоваться Вордом Это Просто Текст Набираешь Там Где-то Как-то Там Рисунки Вставляешь Но Это Программа Такая Она Как бы Сказать Не для того Чтобы Делать Книги А для Того Чтобы Работать С Текстом Вот Далее Для того Чтобы Делать Книги Уже Чтобы Она Выглядела Как Книга Вот Особенно В Электронном Виде Или Подготовить Макет Это Уже Был У меня Пэджмейкер Я его Освоил По-моему 6.0 Нормальная Программа Все Там Такое Ну Программы На компьютерах Уходят Вперед И И Вон Уже Как Сказать Что-то Устарел Вот Следующий Индизайн Ну Сделай Этот Индизайн Приобрел Последний Значит Программы Тоже Стали Продаваться Не Одна На Всю Жизнь А Продается Доброе Здоровье А Продается На Месяц На Полгода На Год То Как-то Так Знаете Хочешь Не Хочешь Одно Дело Ты Должна Своить Поэтому Она У тебя Должна Быть А Тут Только Успевать Платить За То За Пято За Десято Подписки Какие То Вот Индизайн Освоил Я То Это Третья Программа Стал Делать Книги Современные Книги Как мне Нравится Там Обложечка То Все Сделал И Выставил Библиотеку Кстати Библиотеку Я Закрою Кидринифинь Вот Все Это Значит Сделал Выставил Там Ну Народ Чтоб Читал И Единицы Там Читает И Единицы Конечно Будут Возмущены Эти А Для Массового Там Массы Людей Это Чтение Там Как говорится По фене Мене Это Еще Читать Там Что-то Надо Да Рецепт Ну Вот И В том Числе Значит Вот Эти Электронные Книги Чтобы Они Знаете Подстраивались Под формат Гаджета То есть Чтобы Вы смотрели На компьютер Они там Подстроятся Под планшет Под телефончик Более-менее То есть Все это Все это Можно Значит Сделать И я Сделал Вот Как раз Это Программа Е-Бук Называется Ну Вот Сделал Я Эту Книгу То Все Как бы Сказать Ну Дальше Дальше Вот Через Мой Канал Продажи Сервисы То Там Было Следующее Что Автор Получает 70 Процент От продажи То есть Он Называет Свою Там Цену И Значит Допустим 100 Рублей Сказали Со 100 Рублей 70 Вам Значит 30 А то Даже Еще Меньше Этого Этой Площадки Там Или Сервис Этого Какие Там Стоят По-моему Там Айбук И Прочее Ну Какие То Какие Свои Заморочки Какие То Свои Заморочки То Ли Они Работают Типа Издательство Или Еще Чего Нибудь Приветствую Как Все Нормально Дед Здоров Ну Давайте Давайте Гоните Добрый Завица Вот Что-то Какие Такие Свои Заморочки Ну И Вот Наконец Таки Налитрес Налитрес Трупнейшая Площадка Все Это Там Такие И Там Следующее Можно Выставить Свою Книгу Бесплатно А Литрес Сам Издатель Бесплатно Выставить Не Отдавая Права Тогда Ты Будешь Иметь 25% С Проданной Книги И Если Ты Отдаешь Права Полностью То 35% Ты Будешь Иметь Ну Вот Смотрите Ну Я Попробовал Там Как Это Все Делает Работает Ага Зарегистрировался Там Вообще Там Все Мои Книги Были Изданы Неоднократно Многократно И там Свои СБН И там Имеют То есть Номера То есть Как бы Сказать За этот номер Книги Присваиваются Номер Вот Он Должен быть Что-то там Оплачен Тоже Хитро Так Знаете Все Тут Это Заплетено Вот Ну Так Как Мои Были Неоднократно Изданы То есть И это У них Уже Есть Не надо С одной Страны Ну ладно Идем Дальше Это Файл Ты им Должен Отдать То есть Я думаю Вот она Готовая книга Как я сверстал Все там Рисюночки Вставил Все Чтобы так Было Текст Разместил Там Оглавление Сделал Особенно В ebook Это все Для чтения Нет Им не надо Им нужен Вот Исходный Файл В этом Ворде И они С него Сами Сделают Вот Этот Макет Книги В ebook И так Далее И вот За это За это Они считают Что тут Надо Получить И так Как знаете Сам Издат Сам Издат Ну так Он Называется То есть Человек Приходит И Ему Лишь Бы Издать Книгу Как Некоторым Лишь бы Заявиться На телевидении Я уже говорил На телевидении Я заявляю Столько За деньги И за деньги Которые мне Интересны А не за Подачку Вот Мне Этот Как они Там Что-то Там Сделают Этот Редактор Мне Это Неинтересно То есть В ту же Программу Там Есть Специальная Программа Она Называется Программа Не Бук А она Называется Страницы Как-то Не Пайнт А что-то Что-то Там Так Как-то Так Иностранное Название То есть Туда Трах-бах Бросил А она Тебе Дрик-бык Все это Дело Сделала То есть Никаких Сложностей Действительно Лишь бы Был Вот этот Вот Подготовленный Вордовский Этот Файл А дальше Все это Все это Делает Программа Сама И вот Как говорится За какой На букву На букву Хрен Платить Деньги Вот тебе Значит 25 Кость А мы Будем иметь 75 Ну не знаю Там За создание Там Сервиса Или еще Там Я там Согласен Они Создали Сервис И прочее 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 Ну Знаете Вот так Вот Просто Именно За то Что Тебя Как бы Сказать Доброе здоровье Что Тебя Обрадует Что Твоя Книга Издана Мы Издали Твою Книгу Радуйся А что Если Она Пойдет То Денежки Будем Иметь Сами А ты Так Сказать А ты Радуйся Приветствую Доброе здоровье А ты Радуйся Ты Писатель Стал Ну Это Знаете Как бы Сказать Если Просто Издать Книгу Одну Это Одно Можно Порадоваться А Если Ты Хочешь На этом Деле Как Иметь И Кормиться Это Уже Совсем Другое Тут Уже Желательно Чтоб Ты 70% Получал А 25 Там Они Или Или 30 Пускай Там Они Доброго Здоровица Молодцы Доброго Здоровица Так На чем Мы Остановились Доброго Здоровица Дело Хорошее Ну Чтоб Она Была Надо Еще Что Что То Делать Такое Что То Делать Такое Это К Вот И Задаю Себе Вопрос Вот Как На Базаре Что Такое Вот Это Сравнение 100% Вот Базар Кто-то Владеет Базаром Он Тут Разбил Эти Квадратики Люди Установили Свои Эти Павильончики И Торгуют И Вот За место Которое Они Занимают Этот Владелец Черкизона Базара Берет Берет С них Ну Берет Как бы сказать Приемлемую цену Если цена Будет Большой То Невыгодно Просто Там Стоять Работать На Этого Дядю И Тогда Как-то Все Нормально Здесь Здесь Вот Смотрите Книга Выставлена И Вот Она Будет Висеть Там Год Там Десять Лет В зависимости От того Как Она Будет Пользоваться Успехом Семьдесят Этих Процентов Даже Больше Это Будет Иметь Вопрос За Что За Что За Дать В Том Виде В Котором Уже Надо Вставляйте И Делайте Там А Тож Мы Проверим Чтоб Не Было Там Экстремистских Лозунгов Призывов Чтоб Она Чему То Соответствовала И Так Далее Мы Тут Сами Тут Сверстаем Сами Это Вот Это И За То Что Сами Мы Такую Цену Берем Как То Знаете Мне Уже Надоело Работать На Дядю И Тетю Которые Там Сидят И Я Все Чаще И Чаще Вспоминаю Слова Которые Говорил Мой Отец Ищут Дурнее Себя То Есть Вся Жизнь Наша Построена На Том Чтобы Найти Дурнее Себя И За Счет Этой Дурноты Пользоваться Какими-то Будем Говорить Не Привилегиями Как Это Называется То Есть Попросту Говоря Наживаться В целью Наживы И И Вот Это Везде Все Так И Вот Где-то Мы Куда-то Тыкались Там Уже Сидят Роботы То Есть Нет Живого Общения Нет Живого Человека Тебе Отвечают Эти Роботы Тара Та 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 Хочешь Не Хочешь Вот Такая Вот Житуха Поэтому 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 Я потихонечку Вот Сделал книги Как хотел Спрашивают Дети Книги Дети Книги Некоторые То есть Люди Вот Все это Будет Все Это Будет Будет У Меня Вот В этом Ебуке Сделано Добрый Зарвец Сделано В этом Ебуке Картинки Мартинки Насколько Это Там Будет Подходить Это Уж Там Зависит От Программы К Этим Всем Гаджетам Читать Плюс Я Еще Тут Надиктую То Есть Аудиокниги И Вот Это Все А Это Значит Как Этот Благотворительность Она Оказалась Знаете Неоцененная Просто Неоцененная И Выставлена Была Не для того Чтобы ее Как-то Оценили А для Того Чтобы Пользовались Но так Так Как Она И Не пользуется А так Единица Значит Вот Вся Эта Лавочка Прикрывается Вот Такие Это Дела С Этими Книгами Куда Куда Кинь Везде Роботы Везде Пароли Везде Регистрируйтесь Везде Заходите Везде Везде Сохраняйтесь Везде Хавайте Свои Пароли Как-то Это Так же Уже Давно Удручает И Поэтому Я Не Собираюсь Вот Взаимодействовать С Какими Либо Издательствами Которые Тут Будут Тебе Руки Выкручивать Там Своими Стандартными Договорами Ну Такой У нас Договор Это Везде И На Телевидении Куда Не Кинь Поэтому Я Вот Посмотрел На Все Это И Никуда Не Хочется Ездить Никуда Вот У меня Канал Который Подчиняется Американским Этим Самым Законам Не Российским Американским Вот Дожили И На Нем Я Потихонечку Працую Плюс Плюс Вот В Таких Сервисах Участвуют Буду Если Я Еще Буду Где Доля Автора 70% Потому Что Площадку Еще Базар Открыл Она Стоит И Эти Все Торгуют С Торговых Точек Ну Вот Так Вот Как То Я С Вами Поговорю Торговых